Новое видео выходит каждый день в 20.00. Ролик сделан при поддержке Аризона РП. Вся дополнительная информация в описании. Граждане задают вопросы, на них будут даны ответы. Как говорится, да? То есть, ну, я должен был так начать, понимаете? То есть, если бы я так не начал, то есть, всё, ответы на вопросы, вопросы на ответы, они бы получились очень плохими, очень хуёвыми, и никто из вас бы не захотел ничего подобного вообще смотреть. Поэтому радуйтесь, что, так сказать, граждане задают вопросы, а я на всё это благополучно, успешно отвечу. Давайте уже непосредственно начнём, но перед этим, разумеется, хотел бы сказать, что Аризона ролиплей Феникс, Айпи, а также мой никнейм Данте Коннор, по которому вы сможете получить целых 300 тысяч вертов при достижении вами пятого игрового уровня. Всё это находится в описании под данным видеороликом. Давайте начнём. Сперва я читаю комментарии из-под видео о моей рефлексии с Ютуба. Как бы комментарии, да? Если какие-то комментарии в спаме, то, ну, я не виноват. Я вроде как все комментарии спама достал, которые там были, поэтому ничего подобного, насколько лично я понимаю, там быть не может. Так вот, ладно, давайте начнём. Самые первые вопросы, ну, я думаю, вы понимаете, задаёт Кирилл Парфёнов. Я не знаю, насколько это целесообразно называть имя человека, который задаёт вопросы, но, тем не менее, для того, чтобы вы потом могли проверить, действительно ли эти вопросы были, я, пожалуй, имя прочитаю, потому что это всё равно публично. Так вот, первый вопрос. Как ты относишься к Навальному и лучше ли Путину? Ну, тема политики достаточно скользкая, и, как говорится, если ты не касаешься политики, то рано или поздно политика коснётся тебя. Вообще, в году, наверное, 2017, ближе к 2018, я бы ответил, что Навальный, наверное, единственный, за кого можно проголосовать, из тех кандидатов, которые представлены вообще в принципе. Вот. Но потом, после выборов, моё какой-то, мой трепет, какой-то моя надежда на всё это была потеряна дико, потому что, ну, как-то начал более вчитываться в идеи социализма, во всё прочее, и подумал, что капиталистическая модель экономики, она ужасна, а демократия это вообще полная хуйня для конченных дебилов. Как лично мне кажется, в обществе, в котором существует три класса людей, да, по факту, из которых существует всего два, это низший и выше, потому что у нас среднего класса, блядь, не существует в принципе, у нас либо люди зарабатывают неприлично мало, либо, блядь, неприлично много. Поэтому, ну, ничего подобного у нас нет, никакого среднего класса лично в России, как лично мне кажется, не существует. Так вот, касательно Навального. Ролики интересные, ролики хорошо поданные, хорошая дикция, хорошая картинка, но я как-то не вижу его президентом. А даже если и вижу, то, ну, как бы, а где гарантии, что вот сейчас, как бы, Путин ворует, да, по неофициальной информации, опять же, ничего подобного я не считаю, не имею в виду. Вот, как бы, где гарантии, что Навальный не начнет воровать, да, просто делая это как-то более, ну, знаете ли, хитрыми способами, он же знает там уже все эти манипуляции, все прочее, как это нужно делать, и где гарантии, что он не начнет что-то подобное делать, а за кого дальше голосовать, ну, тоже непонятно, да. Опять же, что будет, если Путин умрет, кто тогда придет, наверное, преемник какой-то, да, вот, и вообще, лучше ли Путин в данном случае, ну, это некорректно, абсолютно, лучше чего, или лучше кого, чтобы сказать, лучше ли Путин, нужно, чтобы Навальный поуправлял страной, и потом уже сделать какие-то выводы, лучше ли Путин, лучше ли Навальный, поэтому, ну, сами понимаете, тут однозначно сказать нельзя, извиняюсь, если вылил много воды, по-другому не умею. Как ты относишься, блять, как ты относишься к ТикТоку? Изначально думал, что ТикТок полная хуйня для конченных даунов, для конченных дебилов, дегродов, малолетних, и сидят там только ебаные дауны, скачав, вернее, знаете ли, как было, купив новый телефон, у меня был предустановлен ТикТок, я думаю, ну, а хули, да, зайду, просто вот сначала я сидел без аккаунта, потом решил зарегать аккаунт, чтобы там, знаете ли, лайки ставить, чтобы рекомендации более лучше подбирались, сделал все это, и, ну, такое себе, знаете ли, то есть, я пришел к выводу, что там сидят не только какие-то, или, знаете, школьники, которые подпевают, там, или кривляются по треке, а еще и какие-то, ну, люди, которые хотят пропиарить другие свои соцсети, так как в ТикТоке модель продвижения, как бы она немного по-другому работает, там немного другие алгоритмы, и при помощи ТикТока люди развивают свои другие социальные сети, Инстаграм и там, все прочее, потому что в ТикТоке у тебя может быть несколько миллионов подписчиков, ладно, каких подписчиков, лайков, там, лайков измеряется, в лайках, а в Инстаграме, допустим, ну, там вообще нихуя нет, и таким образом люди перегоняют трафик, это единственное, наверное, для чего ТикТок пригоден, но, опять же, кривляться, делать прочие вещи, это лично вот не для меня, абсолютно точно, то есть я бы таким заниматься не смог, узнаете, вот эти вот смешные видосы, где вот под этот вот трек грустный, там, GTA, там, вот это вот, все делают, там, допустим, сын ехал к маме, но потом, блядь, она пернула в машине, оказалось, что она жива, и там, врезается, человек смешно, смешно, ну, поначалу было, сейчас уже, надоело, как ты думаешь, Марас исправился? Ну, нет, абсолютно точно нет, вообще, чтобы человек исправился, он должен понять свои ошибки, больше их, ну, как вы понимаете, не допускать, Марас же в данном случае, если бы не было никакого общественного резонанса, если бы не было чего-то прочего, он бы вообще даже не понял, что он ошибку совершил, потому что для него это обыденность, да, вот таким вот всем заниматься аккаунт, удалять нечто прочее делать, ну, для него это прям, вот знаете, как, я не знаю, я не знаю, там, ну, в туалет сходить, да, то есть для него, вот эти вот вещи, которые он делал тогда, которые показывал Брайан Фури, они обыденные, поэтому, не исправился, Марас, Марас конченая, лицемерная, лживая сука, которая поднимала лояльность своей аудитории, блять, при помощи мертвых людей, это ужасно, это омерзительно, я ненавижу этого человека, как ты относишься, как ты относишься к гетто контенту, никак не отношусь, в том-то и дело, считаю, что гетто контент худше, что случалось с GTA, с самп ютубом, вот за последнее десятилетие, да, мы же как бы прощаемся, вот с этим вот десятилетием, и если вот так вот подумать, самповский контент же начал зарождаться, где-то с 2010 года, там, вот с этих вот стантов, всех дрифтов, там, где люди как-то красиво дрифтовали, что-то прочее делали, и заливали это на ютуб, и вот за последние десятилетия, то есть, если сравнивать, допустим, станты, где люди просто под какую-то музыку, защищенную авторскими правами, ехали, да, и делали какие-то кульбиты, и вот гетто контент, где люди просто заходят, одну кнопочку нажимают, там, стреляются, и делают все про это бездарно, абсолютно точно, мне непонятно, почему это пользуется таким спросом, такой популярностью, и, ну, непонятно абсолютно точно. Пятый вопрос, не боишься ли ты, что Сукре тебя отпиздит после самп-обзора? Блять, не, ну это, это пиздец, в общем-то, ладно, давайте так, с чего бы ему меня пиздить, ну, скажем, объективно, для чего? У него своих проблем не хватает? Просто, наверное, у человека, как лично мне кажется, у Сукре накипело в тот момент, то есть, уже много про себя слышал, про своих вот этих вот знаете ли друзей, и захотел приехать вот так вот разобраться за всех, как бы вот, а так, как бы, ну о чем мне бояться, да, человек какого-то с крашенными волосами, который, блять, на одного меня втроем приезжает, ну, как бы, извините меня, мне-то бояться абсолютно точно нечего, у меня есть средства самообороны, с собой всегда ношу в случае, если я буду считать, что моей жизни угрожает опасность, я ими воспользуюсь, официально, вот так вот публично об этом, обо всем рассказываю, мне как бы бояться нечего, у меня миллионы, блять, миллиарды свидетелей, там, записи с камер есть, даже если они уже там, знаете ли, потёрты, потому что, обычно же, как эти записи-то пишутся, они друг на друга записываются, как бы, и посмотреть их можно в течение какого-то определенного времени, и, вроде как, это работает именно так, тем более, в учебном заведении, могу ошибаться, опять же, могу ошибаться, вот, и как бы, ну, у меня свидетели, у меня два, уже получается, три видеоролика на ютубе, где я говорю, кто такой Андрес Укрем, я знаю его имя, фамилию, я знаю номер, марку его машины, я знаю район, где он живёт, я знаю дом, в котором он живёт, не знаю, правда, квартиры и этажа, но, поверьте мне, тех данных, которые знаю я, в случае, если со мной что-то произойдёт, будет предостаточно, вся информация находится в открытом доступе, любой житель Казани, который плюс-минус нормально там ориентируется, сможет абсолютно точно беспрепятственно найти Андрес Украина, ничего в этом сложного нету, как бы он сам неоднократно палил своё место жительства, свою машину сам палил, номер, по которому, как бы, безусловно, всё пробивается, где она там ездит, что там происходит и так далее, поэтому, если меня мало ли кто-то отпиздит, да, в какой-то подворотне, я не буду лиц видеть заявление, пойдёт на Андрес Украина, ну, просто вот так вот, да, а пока, то есть, я понимаю, что человек мог вспылить, что человек мог сделать какие-то не те вещи, ошибиться, да, как бы, ну, приедет ещё раз, уже будем разговаривать по-другому, уже пойдут заявления в ход, напишу, а все органы, напишу, там, знаете ли, в налоговую инспекцию, жалобу направлю, ну, не жалобу, а просьбу вообще проверить человека, да, а то доход получает, как бы, Кеа Оптимы себя покупает, а уплачены ли с этих денег налоги, а откуда деньги идут, да, и вот начнётся, когда всё это проверяется, я думаю, Андрюха пожалеет 300 раз, что когда-то там ко мне приехал, и чё-то решил сделать, если ИП зарегистрировано, или там, не знаю, ООО, или он как самозанятый зареган, что более вероятно, потому что, вы знаете, я проверил по республике Татарстан, его имя, фамилию, и чё-то там с такой именем и фамилией, никакого YouTube канала не зарегистрировано, не знаю, как это должно быть зарегистрировано вообще, то есть, как это числится, но вот всё, что я нашёл по его имени и фамилии, то это какой-то магазин по ремонту обуви и прочие штуки, то есть, ничего связанного с YouTube каналом нет, также по ООО проверил, я не знаю, всё ли это индекс, по идее, всё же должно индексироваться, да, по имени, фамилию, там, я не знаю, отчеству, да, всё это должно находиться, но чё-то я не нашёл, если кто-то из вас, возможно, обладает такой информацией, то будет неплохо взглянуть на налоговую декларацию, того, уплачены ли со всех этих денег налоги, скорее всего, Андрюха зарегистрирована как самозанятый, если не зарегистрирована как самозанятый, то тут проблемы уже будут конкретные, да, как бы, и у проектов, которые ему деньги платят, если они находятся в Российской Федерации, да, числятся, и у остальных людей, также, всё остальное, бы я этот вопрос просто так не оставлю, если какая-то подобная хуйня будет, ой, напишу во все инстанции, в которые только будет, возможно, всё это написать, ну, а так, с сампо-обзора прошло более недели, никто меня не отпиздил, я жив-здоров, ко мне боли, никто не приезжал, Андрюха также знает мой адрес, так как я оспаривал страйк, на мой адрес также никто не приезжал, но если мало ли, кто-то приедет, чисто предупреждение вызову полицию на месте, и там уже будем разбираться по поводу всего этого, что там этот Андрюха хотел, но на факт уже, так сказать, на видео уже мелкое хулиганство, если не что-то пожёстче, да, оскорбление, и страйк кинутый, заведомо зная, что никаких авторских прав нету, это клевета, конечно по клевете мало дел проходит, но заявление написать будет не лишним, в случае чего, а что касается меня, если мне что-то захотят вменить в вину, да, то, наверное, это, я не знаю, ну, оскорбления какие-нибудь, да, за оскорбление в интернете штраф 500 рублей, ну, если охота таким заниматься, жду иски в суд, на 500 рублей штрафа, разумеется, ещё надо будет покрыть, на вот эту, знаете, государственную пошлину, так как её платит проигравший человек, но не факт, что ещё, конечно же, я проиграю, но, сами понимаете, никто такими делами заниматься не будет, нанять юриста или адвоката стоит, ну, нормального, от 10 тысяч рублей, который грамотно всё оформит, всё сделает, и ради 500 рублей нанимать, судиться, вот эти вот все геморрои, тем более я ноунейм ютубер, никакого хайпа, так сказать, да, с этого получить нельзя будет, разве что только мне, да, потому что обо всём этом я обязательно расскажу, в случае чего, ну, а так, кто волнуется, кто беспокоится, у меня большое количество свидетелей, в том числе и в интернете, да, которые всё это видят, в том числе люди, которые посмотрели обзор, там есть кадры того, как на меня нападают, и разумеется, в случае, если что-то со мной случается, то без освещения, всё это не остаётся, уж поверьте мне, переходим к следующему вопросу, с этим немного затянул, но уж извините, постоянно спрашивают, там, чё про сукре, чё про сукре, там, приезжал ли ещё кто-то, пугали ли, и, ну, сами понимаете, вот, как ты относишься к Лучиге, с Лучегой у нас, ну, приятельские, возможно, дружеские отношения, так же, как и с Кейкняшем, бывает, захожу на стримы, здороваются со мной, у Лучеги у меня даже на канале есть, модерка, бывает, обсуждаем какие-то вопросы, ну, чисто какие-то, я не знаю, деловые отношения, так, чтобы прям, дружить, или что-то вроде того, ну, нет, такого нет, как относишься, да, великолепно, хороший человек, абсолютно точно, искренний, классный, желаю ему всегда оставаться таким же, какой он есть в данный момент, и ни лучше, ни хуже, вот, просто идеальный человек, ну, лично по взаимоотношению со мной, как с другими, не знаю, как ты думаешь, будешь ли ты популярным, ну, смотря, что понимать, под словом популярность, как бы, многие путают популярность и известность, популярность это в данный момент, а известность это вообще, когда тебя люди знают, и там, знаете ли, галочка ВКонтакте есть, в которой мне отказали не так давно, ну, а так, ничего более, ну, я не знаю, нету, буду ли я популярным, у меня на эту тему был видеоролик о том, почему я никогда не стану популярным, во-первых, в САМПе нету такого количества людей, которое могло бы на меня подписаться, и с которыми я бы мог считать себя каким-то популярным, вообще, в принципе, ну, а так, люди с миллионом подписчиков часто чувствуют себя какими-то непопулярными, потому что, ну, на канале у них миллион подписчиков, просмотров у них 100 тысяч, а ВКонтакте подписчиков 5 тысяч, ну, и чё с этого, непонятно, ой, как ты относишься к спидранам, ну, неплохое занятие, крутое, да, проверить себя, когда ты знаешь игру вдоль и поперек, проходил её несколько раз просто так, то, ну, великолепное занятие, вот эти вот все спидраны, безусловно, дико круто, я бы сам хотел когда-то поспидранить, я даже как-то пытался всё это скачать, всё это настрой, по итогу забил где-то на середине, и пошло в пизду всё это, сложно, непонятно, и пусть занимаются какие-то люди, профессионалы, профессионалы, гордишься ли ты своими одной тысячей подписками? Ну, как сказать, а что такое гордость, да, за себя, я в принципе горжусь всем, что я делаю, абсолютно любой мой ролик, это, произведение самповского искусства, я по-своему уникален, я по-своему охуенен, и к этому, моему качеству контента, вот этой вот планке, которую я задал, мало кто может подобраться, вот так же, допустим, у меня был человек на белом фоне, который за цикленной анимацией говорил, хоть кто-то, хоть как-то близко подобрался, ко мне, вот с этой вот анимацией, нет, поэтому я решил оставить пьедестал для тех людей, которым он нужен, можете использовать любых людей на белом фоне, защитить, к сожалению, свой скин авторскими правами, я не могу, была идея перерисовать немного скин под меня, но нет в этом абсолютно никакого смысла, абсолютно, переехал ли ты своей страны, если бы была возможность, смотря куда, возможность переехать куда, и самое главное, зачем, меня все в данный момент устраивает в нашей стране, некоторые моменты, конечно, не особо хороши, но есть и много положительных моментов, хороших, вот я, допустим, живу в Казани, в таком городе, думаю, уже мало кто этого не знает, город хороший, город великолепный, прекрасный и красивый, если, допустим, посмотреть на те больницы в тех городах, где я жил раньше, омерзительная помойка, просто пиздец какой-то, а тут нет, тут больницы на высшем уровне, всегда там минимальное количество очередей, принимают быстро, качественно, круто, единственное, полис с собой должен быть, а так, никаких проблем нету, качественное медицинское обслуживание в любой точке Казани тебе окажут, если ты являешься гражданином Российской Федерации, с полисом местным, там какую-то печать ставят, ты можешь ходить в какие угодно медицинские центры и лечиться там бесплатно, конечно же качество бесплатного образования, ой, блядь, ну и образование, и разумеется, медицина, оно не столь хорошее, как и платное, но мы живем в капитализме, и работа врачей у нас оплачивается мало, то есть, как бы, количество проделанной работы, оно, ну, не особо совпадает с тем, сколько им платят, то есть, как бы, работают-то они на все 150%, а платят им только, ну, процентов 20 от того, что они делают, обидно, конечно, но, ничего, такого, знаете ли, ничего поделать не могу, да, разумеется, но, Россия, мне нравятся вот эти, знаете, хрущевки, везде, памятник Ленину в каждом году, ни в коем случае, ни иронии, ничего такое, абсолютно нормально со всеми вами разговариваю, в данном ролике максимально искренен, максимально, знаете ли, заинтересован во всем этом, вот, думаю, ответил на вопрос более-менее исчерпывающим, тебя когда-нибудь обманывали в реале или в сампе, если да, то как, помню, когда-то была у меня Сега, лет, в, наверное, 8 или 7, пришли с отцом покупать картриджи, ну, сами знаете, что в Сегу там оставляются картриджи, и ты играешь в какие-то определенные игры, пришли покупать картриджи, в магазине проверили картридж, вроде бы все работает, вроде бы все нормально, пришел домой, это, поиграл несколько минут, эта залупа не работает, ну, как не работает, идут какие-то артефакты, баги, как будто бы картридж, такой, знаете ли, поврежденный, пришел обратно туда, без отца уже, потому что отец уехал в гараж, по делам ему надо было, а прихожу сам, 8-летний, 8-летний или 7-летний ребенок, прихожу, говорит, такая-то, такая-то ситуация, что делать, мне говорят, ебать, ну, ты попытайся, что-то вставляй картридж, будем смотреть, что у тебя там, я вставляю, ничего не работает, он мне, вставляй, вставляй, ну, что ты, блядь, в самом деле, чтобы работало, все же работало, блядь, при мне проверяли, а сейчас что случилось, было что-то подобное, говорит, ну, деньги, как бы, этот товар, возврату не подлежит, типа, все же было нормально, а сейчас, ты, наверное, сам с ним что-то сделал, отправил меня домой, я прихожу, весь заплаканный, сами понимаете, только игру купили, уже поиграть не успел, а там ледниковый период какой-то был, насколько я помню, поиграть еще особо не успел, вот, и уже такая штука произошла, отец быстро вернулся из гаража, пошли, так сказать, опять в тот магазин, я говорю, блин, пап, ну, ничего походу не сработает, уже все, как бы, блядь, обманули нас, он говорит, нет, все будет нормально, и в самом деле, написал какое-то там, знаете ли, заявление про то, что там, как случилось, вот, уже через, наверное, не знаю, неделю, около того, когда ты маленький, время идет достаточно медленно, я не знаю, сколько времени прошло, возможно, неделя, возможно, еще сколько-то, приходя в магазин, нам обменивают картридж, и, в общем-то, все, это, наверное, тот единственный случай, как меня обманывали в реале, и то он, такой, знаете ли, мелочный, чисто из детства, и, ну, не особо, а в Сампе, да, обманывали, один раз, или даже, по-моему, два, но вот самый яркий был у меня на 10-часовом стриме, стримил летом, встал с утра, думаю, ну, надо бы что-то такое сделать, и решил постримить 10 часов, включил, там, начал играть, сначала в Сталкер, потом зашли в Самп с ребятами из чатом, там, моему дорогому подписчику, моему дорогому зяблу, его зовут Оскар, привет, если смотришь сейчас, вот, как бы, стрим на Твичат, там вся фигня, людей мало, я думаю, ну, дай-ка зяблу за то, что уже давно смотрит, подарю машину, машина была Мерит с Твин Турбо, все происходило на Аризона Чанлер, в общем-то, намучились мы с ней конкретно, там, как раз в то время, какая-то новая система вышла, блять, нога хрустнула, я думаю, вы этого не слышали, а если и слышали, то, неважно, блять, еще раз хрустнула, новая система какая-то там появилась, вот, что машину нельзя было иметь без отеля, ну, мы, значит, ринулись в отель, туда-сюда, бегали, где-то около получаса у нас все это заняло, пока там состыковались с этим самым Оскаром, и все пошло вот именно так, и потом приезжаем на автобазар, приезжаем туда, и уже готовимся продавать, подъезжает ко мне человек, говорит, слушай, давай я у тебя покупаю мерить ТТ, ну, обмен там у него какая-то машина была, то ли не было, то ли еще что, ну, какая-то наебула, короче, у него там была, вот, говорит, давай обмен с доплатой в, по-моему, 5 миллионов, я такой говорю, о, ебать, сейчас наебула, аха, походу не знает вообще, какие тут курсы, какое тут, что вообще на этом проекте, думаю, ну, ебать, сейчас наебую, в чат не смотрю, соответственно, уже думаю, что все будет, в таком, знаете ли, уже все, блять, предвкушаю все эти деньги, вот, потом, так сказать, в диалоговое окно, это, как сейчас помню, всплывает, я все смотрю, там написано, мерит ТТ 5 миллионов, думаю, ебать, ну, я ему отдаю мерит ТТ, и он мне 5 миллионов, как бы, а там, типа, было, типа, то, что я ему отдаю мерит ТТ, еще я ему отдаю 5 миллионов, там такое, знаете ли, не особо диалоговое окно, и я, соответственно, не на опыте, там уже в чате все пишут, ебать, меня сейчас наебут, там, типа, тебя наебывают, долбоеб, вот, что делаешь, блять, вернись назад, вернись в дом, ты как, блять, вообще из палаты вышел, из дурки, вот, смотрю на все это, принимаю предложение, вижу, деньги уменьшаются, думаю, пиздец, меня наебали, в общем-то, так меня наебали, в чате все смеялись, кричали, прям рухили, говорили, пиздец, дебил, долбоеб, ты как повелся на этот развод, блять, 20-летней давности вообще, ты че, блять, ну, серьезно, ой, так, ладно, думаю, ответил на этот вопрос, следующий, для чего ты создал канал, отвечал много раз, отвечу еще раз, канал создал для того, чтобы выпустить на нем тысячу роликов, при этом выпуская ролики каждый день в одно и то же время, а если быть точным, в 20.00, пока что иду нормально, за исключением того, что несколько дней пропустил, там, не по своей вине, всякие обстоятельства были, как бы, обеспечить бесперебойный выход роликов, я не могу, вследствие того, что у меня, как бы, никакая, не там, не своя студия, не так далее, живу в квартире такой, знаете ли, маленькой, казанской, с мамой, вот, и, соответственно, иногда бывает такое, что, там, я не знаю, мама с работы раньше пришла, или еще что, или просто чисто физически не успел смонтировать, и всякие разные вещи, также бывают, поэтому, ну, ничего такого нету, так вот, вот, и тысяча роликов выпустить, посмотреть на результат, что там, как будет, если результат удовлетворит, если дальше на этом смогу, зарабатывать деньги, то канал будет жить и дальше, да, уже на этот вопрос вроде как отвечал, что бы ты хотел, что бы ты хотел на данный момент, в каком плане, что бы я хотел, хотел бы, наверное, мир во всем мире, социализм, чтобы болезней не было, а если и были, то всегда было какое-то лечение, всего этого, я вообще испытываю дикое, я испытываю дикое сострадание, ко всем людям, даже каким-то конченным уебкам, я всегда нахожу то, за что можно пострадать, насчет них, поэтому, я бы, ну, меня не интересуют материальные ценности, абсолютно, материальные ценности, это пыль ебаная для конченных потреблядей, я вообще не понимаю, как можно, допустим, я не знаю, там, покупать себе одежду, да, допустим, ну, как лично я считаю, покупать одежду нужно тогда, когда она рвется, все, а когда у тебя еще есть одежда, еще там в шкафу есть, пара-тройка вот этих вот, знаете ли, всех предметов одежды, как бы, нет смысла на это тратить деньги, я даже какую-то технику себе покупаю тогда, когда она уже либо старая, на ней сложно работать, либо она сломалась, либо произошли еще какие-то вещи, без которых, ну, просто невозможно, вот, а так, ну, в принципе, мне бы хотелось покупать лицензионное программное обеспечение, дабы поддерживать авторов и полностью отказаться от пиратства, в данном случае я такого, как и многие россияне, и вообще жители СНГ, не могу сделать, приходится пользоваться бесплатными программами, приходится пользоваться фри-триалами, какими-то, да, там, пробными версиями, вот этими вот всеми, разумеется, я пиратством не занимаюсь, ничего не скачиваю, как бы, чисто вот такие, знаете ли, пробные, бесплатные версии, и не только. Играешь ли ты в другие игры? Следующий вопрос, ну, смотря в какие, вот, допустим, на регулярной основе, играю в Доту 2, ну, мне нравится, но играю в основном с тиммейтами, соло, не люблю. Вообще, я вот с детства обожаю игры, в последнее время играть получается все меньше, наверное, потому что выходит на, именно персональный компьютер, все меньше и меньше достойных игр, которые могут вот тебя реально затянуть, у меня какая-то такая, знаете ли, особенность, что я долго не могу играть в одиночные игры, мне наскучивает, мне хочется посмотреть какие-то ролики на ютубе, мне хочется что-то другое поделать, вот, поэтому в игры в основном играю, там, знаете ли, ночью, вечером, и мне вот в последнее время нравятся, знаете ли, такие игры, которые, ну, такие, знаете ли, игры-фильмы, да, вот как Telltale Games, делали бездарная студия, абсолютно точно, но вот Wolf Among Us, или Among Us, в общем-то, Волк среди нас, думаю, многие знают, игра 2013 года, ее вот сейчас еще не допрошел, но думаю, что в скором времени, возможно, даже сегодня, после озвучки данного видеоролика, я ее уже допройду, добью, в любом случае, в инстаграме все будет у меня, можете подписаться, если не знаете, вот, вообще, как-то вот знаете, одиночные игры в последнее время не затягивают, вот в Skyrim не могу долго играть, в остальные игры, вот в мультиплеерные еще более-менее, и то надоедает, на регулярной основе, а одиночные вообще кошмар, вот долго не могу в них играть, ну, абсолютно точно, если только, знаете ли, сюжет какой-то не очень затягивающий, да так, что от него вот оторваться нельзя, ну, в игры, в фильмы, вот, играю, и очень сильно нравится, если кто-то знает такие, типа там, знаете ли, Heavy Rain, The Walking Dead, то как от Telltale Games, пожалуйста, не рекомендуйте, конченые хуесосы, пидорасы, которые, максимум, что могут, это писать какие-то, знаете, такие фальшивенькие сюжеты, ну, в общем-то, сюжеты у них омерзительные, абсолютно точно, но вот, Wolf Among Us, вот, там, ну, неплохой сюжет, вот лично мне, лично мне зашел, лично мне понравился, поэтому, ну, даже не знаю, даже вот, честно говоря, не знаю, в какие игры можно в подобное поиграть, что прям, знаете ли, за душу брало, ну, Wolf Among Us, в данном плане, не особо-таки плохо, в отличие от других игр, кого ты слушаешь? Вот, тут нужно было уточнить, в плане музыкальных исполнителей, или в плане, вот, допустим, родителей и так далее, если в плане того, кого я слушаю по жизни, то, если честно, то к дельным советам стараюсь прислушиваться от любого человека, абсолютно точно без разницы на ваше материальное положение, но если я хочу сделать по-своему, то на меня в данном случае не повлияет абсолютно никакое мнение, то есть, если я хочу сделать по-своему, то я это сделаю, и потом буду жалеть об этом, но я это сделал сам, чем я сделал как-то вот, как человек хотел другой, но при этом я от этого не счастлив, при том, что даже, возможно, мне это принесло какой-то профит, меня это не интересует абсолютно. Вообще, великовозрастных людей нужно слушать, они знают больше, чем мы, в целом, то есть, если есть у кого-то бабушка-дедушка, вот, было бы неплохо спросить, допустим, про времена Советского Союза, допустим, очень интересно было его послушать, от первоисточника, не от каких-то там, знаете, по типу Википедии, или от прочих людей, вот чисто от бабушки и дедушки, вот так вот послушать их видение того, как вот все это было, как там все это происходило, очень интересный, разговаривал на эти темы с бабушкой и дедушкой, со своими, достаточно интересно было поговорить обо всем этом, вот, кого слушаю, если в плане исполнителей, я в данном случае не привередлив абсолютно, если трек хуйня полная, то мне без разницы, насколько крут этот исполнитель, я его слушать не буду, в целом все зависит от того, понравится мне трек или нет, каких-то, знаете, вот слушать какие-то жанры, отдельной музыки, да, вот чисто, то есть по жанрово, как-то все это делать, ну, бездарно, абсолютно точно, это как знаете, я не знаю, попробовать пиццу или шаурму в одном месте, и только туда и ходить, не пробовать что-то другое, хуйня полная, хотя, возможно, плохой пример, но лично мне нравится, нечто подобное, вот, я не привередлив, если сама песня, музыка и так далее понравится, то слушать буду, а так нет, стоят два стула, на одном пике точеное, на другом сукре сидит, на какой сядешь, на какой мать посадишь, видимо, ну, возьму пике точеное, и сделаю то, что нужно с вторым стулом, себя посажу, и мать, разумеется, как иначе-то, другого решения у этой загадки, просто нет, ну, или, допустим, пике точеное, нахуй, срежу, да, и сукре, с второго стула просто скину, ну, логично, хуевый вопрос, если честно, очень мудацкий, очень тупой, больше на, нечто подобное, отвечать не хочется, на кого ты учишься, следующий вопрос, наверное, несколько месяцев назад, я бы на этот вопрос ответил, но сейчас, в целях безопасности людей, которые учатся со мной, да, и многого другого, как бы, в целях безопасности, наверное, себя, потому что, мало ли, что можно сделать с этой информацией, как бы, я минимальную информацию о своих местоположениях, о всем прочем, буду выкладывать, потому что, по, допустим, специальности, на которой я обучаюсь, можно узнать, допустим, расписание, да, и, ну, не особо хорошо со всем этим поступить, или, допустим, ну, я не знаю, узнать, кто преподает, узнать номер, это не так уж сложно, и начать название, название, в общем-то, что хочу сказать, давайте так, методом исключения, ни на повара, ни на юриста, и, ни на слесаря, ни на сварщика, а дальше уже, думайте, и не повар-кондитер, и, не повар-кондитер, да, там, и, не, не что-то прочее, вот, да и все, в общем-то, сами понимаете, и не технолог какой-нибудь, да, там, я не знаю, и, не прочее говно, ну, неважно, избивали ли тебя в школе, или в шараге, ну, как сказать, избивали, драки были, разумеется, ну, кто не дрался в школе-то, и чаще всего, я был, именно тем человеком, который эти самые драки разнимает, терпеть не могу, как кто-то пиздится, это, ужасное зрелище, мне никогда не нравилось, абсолютно любой конфликт, можно решить на словах, и не обязательно для этого кого-то бить, это удел ебаных обезьян, живущих в каком-нибудь, я не знаю, седьмом веке до нашей эры, ну, никого, избивать, ну, такое себе, был один раз случай, как меня, после школы, ну, можно сказать, наверное, это не столько избили, сколько вообще на меня напали, был одноклассник у меня, которого, сейчас это называется, наверное, травля, которого я травил, наверное, на протяжении седьмого класса, и вот где-то, середина восьмого, где-то до зимы, восьмого класса, вот, и как-то после, ну, знаете ли, у нас на протяжении дня были, достаточно, знаете ли, плотные отношения, такие, что-то там перетирали, постоянно говорит, давай выйдем, давай выйдем, как-то один раз я с ним вышел в туалет, говорит, там, блядь, чё такое, чё так, ну, вы знаете, бычку вот эту вот свою включил, и то это было не так, как сукры, он так спокойно, знаете, чё такое, блядь, ну, в чём проблема такая, знаете ли, вот, а то, как на меня бычил сукры, на меня так никто не бычил, из тех, с кем у меня были конфликты, даже из, блядь, одноклассников, а тот одноклассник был, прям, знаете, таким отбитым ауешником, блядь, я на бутератах, блядь, сидел, наверное, я не знаю, вот, и, значит, чё было, типа, в туалет мы там вышли, он такой, чё такое, чё такое, я говорю, пошёл нахуй, блядь, я твою мать, сами понимаете, наверное, это чё, да, он такой, ебать, ты чё про мать, ну, стригерился прям конкретно на эту хуйню, потому что я до этого его год этим донимал, сейчас этим донимаю его, он такой, типа, ебать, не, ебать, ты чё, и начал, в общем-то, кулаками махаться, я все эти удары, блядь, его ловлю, потому что он пока замахивается, там уже, блядь, 500 раз можно нахуй поймать вот этот вот кулак, блядь, назад на него откидывают, там, толкаю его, заходят наши одноклассники, где он в туалет шли, там, два одноклассника разнимают нас, его держат, как бы, я такой, пошел нахуй, просто вот так вот ему, потом он договаривается с какими-то своими, видимо, друзьями такими, а там один прям был, знаете, такой шкаф, два метра, отучился я, значит, он такой ко мне, после урока очередного, последнего урока, который там был, подходит ко мне и говорит, типа, ебать, типа, пизда, пошли в туалет, я говорю, пошел нахуй, типа, вот что-то вроде того, подходит ко мне вот этот вот шкаф, два метра, говорит, ебать, пошли в туалет, такое я его блять вот так вот толкаю он примагается пиздец ягу типа отойди от меня нахуй толкаю он нагрится пиздец на меня отгиб пошли в той игры стой никуда нахуй не пойду хочешь погодить говори здесь со мной он ведь все блять иди ссыкло ебану знаю да вот типично этом ссыкло блять иди нахуй отсюда кого не захотел выйти погодить пошел на когда вас зовут выйти поговорить чаще всего вас хотят побить дети а выйти для того чтобы не было свидетелей лишних ну и вообще в целом как вы знаете ли по фрейду все они это говорят а в общем-то иду уже с друзьями со своими одноклассниками два друга со мной идет они все-таки знаете ли не особо так сказать конор макгрегор и вот такие ну как сказать полненькие немного идем мы значит с ними такие понимаем что за нами идет человек восемь все на меня таки оглядываются минут друзья мои оглядываются таки смотрят на меня пиздец чуть-чуть чё причетырую уже там и между собой переглядывать ничего мне не говорят сзади кричат меня горит стой стой блять по итогу мы не останавливаемся мы идем дальше там идем чел нас этот вот того самый который отравил нас оббегает и вот так вот знаете ли напрыгивает на меня вот я с рюкзаком представьте себя я с рюкзаком как не там не так было как он меня оббегает я опять же говорю прям при всех ему пошел нахуй иду вперед все как бы я понял что он не отвязался наверное все идем с пацанами я уж думаю вышло из этой всех хуйни победителям он на меня сзади напрыгивает вот прям как обезьяна ебаная на меня сзади напрыгивает валит меня на землю а там я с рюкзаком иду в рюкзаке учебники тяжелкой повалить труда меня не составило никакого абсолютно вот и значит начинает прям меня пиздить по году как пиздить по голове замахивается как обычно блять полгода все его удары ловлю гали пацаны блять снимите хуесоса этого с меня блять чё делает-то сука удары его ловлю некоторые пропускаю бы ну не особо так не сказать что были особо больно по итогу блять отталкиваю его от себя и блять я не знаю друзьяшки мои нахуй стоят смотрят разумеется никто на него нахуй не полез потому что блять нас всего трое получается включая меня который там уже пропустил парочку ударов в голову лежащим будучи на земле друзьяшек моих двое сзади нас вместе с этим чуваком стоят человек 10 наверное причем такие знаете ли парни то вот они главное не подходят и вроде как что-то там блять то ли фоткали то ли на телефон снимали по итогу нигде видео блять не было выложено видимо испугался он конкретно я не знаю уже потом понял что наделал вот значит встаем мы оба я его блять от себя отталкиваю нахуй к этим чувакам которые там стоят вот он такой ко мне подбегает ебать замахивается пытается замахнуться его уже держит в этот момент ягон дня вернее он не горит такой типа ибо ночью вопрос еще претензии какие-то если грудо есть хуесос ебаный блять но не хуесос я гуда ею ли просто и нахуй стоит блять смотрит на меня я смотрю на нем он такой гриф какие ибо претензии у тебя ко мне ну чё-то вроде того вот я и рассказываю типа ебать ну пошел на кто так делает то блять ты словами нахуй на слова ответь ты чё как обезьяна ибо это его еще больше блять триггерит нахуй он опять ко мне с кулаками лезет в этот раз его уже все останавливают вот но по ебалу то я пару раз все-таки пропустил потому что блять на земле лежу наху дарь его ловлю более-менее но уже как бы сами понимать устается со временем удал удар это его ловить ебаные вот по итогу ну как то так наверное можно сказать ну я не знаю избили или что-то вроде того не знаю вообще как это можно охарактеризовать потом значит этот самый чел понял видимо чё натворил и решил так знаете ли подружиться возможно вполне сидим как-то в спортзале вот это вот физкультура как обычно я проебываю я без формы нахуй кому это физра нужна там блять два человека прыгают бегают волейболом этим занимаются всем баскетболом нахуй вот приходит такой весь на слабоне говорит дай я такой чё такое чуть им надо блять он такой я вчера тёлку ебал блять и я просто сижу смотрю на я блять нахуй отсаживаюсь и он мне неприятен был абсолютно точно но по итогу потом не знаю потом не знаю че с ним сейчас блять знаю что много и не сдал с первого раза ну и все страничка вконтакте удалена связаться с ним уже нельзя не знаю кто его видел в последний раз поспрашивал там не видели его вроде как ну в общем то и все наверное вот что-то вроде такого было а так ну школьные драки заканчивались на уровне типа там знаете ли так потолкались что-то поделали вот а самое серьезное было именно это было наверное в классе 8 вот именно в середине где-то всего этого или в классе я точно не помню когда это было то ли в восьмом классе то ли в не по-моему все-таки в девятом вся эта хуйня была в девятом где-то зимой примерно уже возможно конец зимы был середина конец что-то около того вот пруфов никаких нету только если видос какой-то выложит там знаете они но насколько я понимаю то есть видоса уже никакого не дождаться со всей этой хуйней но было неплохо именно после этого момента я понял что отхватить пизды за слова это ну не так уж и плохо ты понимаешь что человек реально разозлен за все это у него прям такая знаете ли показано ну как это назвать такая вот сука что-то тревожит его внутри он понимает что вот он оскорблен и он должен что-то сделать так как словами отвечать не может потому что обезьяна ебаная начинает махаться ну его право ну был бы я сейчас конечно вот в таком во всем положении написал бы наверное на него заявление плюсом к тому уже учеба бы заканчивалась да и все такое но нахуй ну надо надеюсь человек еще жив это хотя с его образом жизни но не сказать что прям живет и радуется жизнь законфликтован ли ты в плане смысле законфликтован ли я нет если вы имеете ввиду в плане того что вот у меня на каждом шагу конфликты 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 я из них не выложу то это не так конфликты провоцируют gta сам ютуберы я на ютубе высказываю свое мнение потому что имею на это конституционное право высказываю в формате видеороликов потому что у меня есть своя активная гражданская позиция с ней молчать не собираюсь ваше дело либо прислушаться ко мне и согласиться со мной либо а дополнить что-то сказать свое либо промолчать либо ну я не знаю еще что нибудь сделать без понятия без понятия сколько ты спишь ну когда как в целом то есть последнее время начал ложиться спать поздно часа в два в три ночи а просыпаться ну ближе к 9 к 9 часам утра потому что ну пары всегда ставят по-разному в моем учебном заведении какой-то один режим настроить ну невозможно в один день ты идешь к первой паре и чувствуешь себя хуёво в другой день ты полностью выспанно идешь к третьей паре и у тебя в принципе все отлично ну а так в целом когда выходные сплю ну наверное по часов не знаю 10 11 двина да сколько угодно без разницы не засекал как ты относишься к смерти джуси вэрл да я не знаю кто это такой я не слушал ни одной песни и узнал что он умер только от новостных источников мне абсолютно безразлично если тех двух а точнее трех мертвецов децла лил пипа xx xx тентасиона я еще как-то более-менее знал слышал какие-то знаете ли их треки то в данном случае нет нет не знаю кто это такой и мне похуй как бы ну умер и умер все мы когда-либо умрем как бы без разницы лично мне на то что какой-то очередной рэпер умер да от чего-либо кстати многие умирают от остановки сердца наверное связано это с не особо здоровым образом жизни но опять же могу ошибаться хотел бы ты пожить день в ссср да разумеется смотря в каком ссср у ссср же есть несколько так сказать этапов да есть много разных ну было по крайней мере много разных правителей ленин сталин и вот при ленине и сталине ну не знаю даже не знаю но в целом в ссср пожить хотелось бы и без разницы при каком вожде ну наверное при ленине все-таки или ну где-то ленина переходящего в сталина что-то около того хотелось бы пожить очень посмотреть как тогда люди жили вот если в таком ссср то без проблем да да в любом в принципе только если не считать тот который те этапы где уже пошла вот этого знаете ли вся в общем не будем об этом ладно если бы у нас был бы коммунизм по мир был бы лучше коммунизма не было ни в одной стране мира везде был социализм коммунизм построить ленин не успел а сталин нарушил большое количество его заветов наверное поэтому к коммунизму мы не пришли да еще и знаете ли вот это вот вторая мировая по факту если честно вам говорить в истории понимаю но слабовато знаю там чего когда было примерные даты там как ну как и наверное все более-менее так знаете ли на троечку знаю то что как люди жили при социализме что тогда было что было в приоритете у людей и все коммунизма не было нигде поэтому нельзя сказать было бы при нем лучше было бы при нем хуже непонятно абсолютно его нигде не было я не могу сказать было бы при нем хорошо было бы при нем хуже но как бы коммунизм это высшая степень социализма знаете вот как вот эти вот все дети говорят что у нас был коммунизм коммунизма не было это как знаете те дети которые говорят что в гулаг кого-то сажали гулаг дети это главное управление лагерями 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 не я думаю вы поняли там никого не держали оттуда управляли лагерями дети там никого не было это заблуждение также как и про то что у нас был коммунизм коммунизма не было и коммунизма нету нигде это как знаете то что в китае социализм при том что там уже давно реформы на открытый рынок ну вопрос это нужно разбираться хоть немного смотришь ли ты феллини и дэлорензи обоих смотрел и обоих плюс-минус в одно и то же время перестал смотреть как лично мне кажется у обоих одна и та же проблема начали повторяться причем безжалостно безжалостно повторяться во всех вообще видосах одно и то же пошло одни и те же шутки просто какие-то даже ухудшены в некоторых местах которые знаете ли были абсолютно не к месту в той или иной ситуации поэтому но это профили не если честно а про доларензи ну не знаю как по мне доларензи переоценен очень сильно если бы тебя выгнали с аэрдзе то куда бы ты пошел наверное около месяцев двух назад ответил бы что на сам прп там вроде как ждут не знаю без понятия но тут совсем недавно предлагали на гранд рп и сказали что заплатили бы больше чем аризона при этом не знаю сколько аризона мне платят а вообще пойду туда где больше предложат у нас капитализм и каждому нужно зарабатывать деньги поэтому где больше предложат туда и пойду где предложат наилучшую стабильность туда и пойду хотя любая стабильность это стагнация но неважно как ты относишься к феминизму и мускулизму феминизма знаю что такое мускулизм уж простите меня нет даже давайте-ка сейчас загуглю извините уж меня до мускулизм они мускулизм идеология мужского а мужское движение понял понял ладно сейчас отвечу феминизм бездарен во всех проявлениях если раньше женщины боролись за право голоса да чтобы уравнять права то феминизм в данном конкретном случае в тех случаях которые видел я слышал я феминизм борется просто за лучшее положение женщин не уравнение прав и не уравнение положения того чего предписывает конституция того чего в принципе того чего изначально была вообще ну самое главное самый главный смысл феминизма того чего был то есть уравнять женщин и мужчин в правах просто переврали абсолютно ну не знаю даже а мускулизм ну мужское движение ну там есть парочка правильных мыслей не смешайте меня только с говном но то же самое есть допустим в паблике про алинизм тоже те же самые поэтому мужское движение не поддерживаю оно замкнулось само в себе как и феминизм в общем то поэтому ну не поддерживаю не то не то отношения нейтральны но лучше бы и того и того не было женщины уже давно уравнены во всех правах по сравнению с мужчиной и сейчас добиваются только того чтобы загнобить права мужчин лично мое мнение имеешь ли ты личную хату в данный момент нет но по наследству вроде как должна остаться не знаю без понятия когда ты начал дрочить если тебе стрём отвечать то можешь не отвечать как сейчас помню этот день извиняюсь за подробности те кто ничего подобного не любит можете промотать как сейчас помню этот день меня было наверное лет одиннадцать вот знаете ли буквально недавно зарегистрировался во вконтакте и вы знаете раньше же были всякие вот эти вот посты по типу там после рецепта из этой группы моя жена не кончала неделю и фотка какая-то там женщины в бандаже и вот как-то вот так вот на вот эти вот картинки начиная с картинок перешел на какие-то там знаете ли не знаю как это истории которые писали чисто админы для того чтобы как-то вот это вот все продвинуть читать продолжение в источнике и потом перешел на уже нормальное порно пересмотрел большое количество от разных студий и к восемнадцати годам знаю большое количество студий большое количество подробностей про весь этот бизнес он ужасен как и наверное любой бизнес но вот он прям ну прям вот знаете ли такое себе но опять же это все можно оправдать капитализмом вот а дрочить начал ну лет в одиннадцать что-то вроде того знаете ли так еще это было неосознанно абсолютно то есть я не понимал что со мной происходит и я думал что я умру после знаете ли того как первый раз подрочил и мне что-то пиздец так знаете ли слабость такая накатила и какое-то состояние странное было сейчас конечно же от такого состояния кайфуешь понимаешь такой ой сейчас бы поспать как допустим поперечный в сапсане многие ну вернее не многие а вот мой дорогой наверное друг приятель Андрюха Киевский советовал дрочить на фантазию не знаю как он это делает но по мне лучше по старинке на видеоролики какие-нибудь специальные ну и последний вопрос от данного человека тридцатый по счету есть ли новогодние настроение но данный ролик я записываю разумеется не 31 декабря и даже не 30 связано это с тем что достаточно долго нужно монтировать подобные ролики вот прям сейчас уже вижу как данный видеоролик выходит чуть ли не на час не знаю сколько будет он идти дальше а вопросов еще чтобы вы понимали много поэтому вот но вроде как на самые такие основные самые более-менее такие интересные для меня я уже дал ответ спасибо большое Кириллу Парфенову написал неплохие вопросы а новогоднее настроение просто так не берется никогда его нужно создавать себе самому поэтому ну сами понимаете это непросто поэтому ну новогоднего настроения у меня нет наверное с годом ну не знаю 2015 вообще с каждым годом новый год лично для меня празднуется все как-то скромнее и скромнее новый год это семейный праздник и праздник когда вы все всей семьей можете объединиться праздник когда вы можете простить другим людям какие-то обиды невзгоды и все прочее и в общем-то в общем ну праздник хороший вот прям мне даже день рождения так не нравится как новый год хотя день рождения будем честны скудный праздник на эмоции тем более с каждым годом еще хуже чем новый год но об этом если вопрос подобный будет переходим к следующему вопросу дзу кххба не знаю как никнейм читается правильно если что извини так вот давайте начнем отвечать на вопросы дзу кххба как думаешь сам прп будут делать очень крутые обновы все в их руках но то что я видел вот знаете ли последние вот эти вот электрики и многое другое это уже какой-то сдвиг с места желаю сам прп всего наилучшего и чтобы все у них было хорошо потому что абсолютно любой сервер в сампе это хорошо это деньги как для самого сервера как для его создателей так и для gta самп ютуберов которые с этим самым сервером будут сотрудничать вот второй вопрос брулев гей ну да разве могут быть какие-то другие предположения я все доказал в своем ну обзоре если не видели можете посмотреть ангел касада хочет захватить африку будешь ли ты с ним сотрудничать я против захвата незаконного тем более каких-то континентов всего прочего не помню чтобы ангел касада нечто подобное говорил но если все таки хочет то я мешать ему не буду пусть этим занимаются другие люди специально обучены для всего этого но если захватит африку пусть приглашает в гости что ли как ты относишься к ричи один из самых нормальных ютуберов по моему личному мнению делает контент для детей но делает интересно так чтобы даже плюс-минус взрослым людям было интересно в отличие от того же Делорензи да и прочих не будем называть их имена кахан гений это вопрос если что как типа кахан гений вот а безусловно да разносить помойку по моему личному мнению читами это благое дело и такого мог додуматься только гений без всякой иронии кто твой любимый сам ютубер любимого выделить сложно потому что есть ангел касада есть андрюх и киевский да и много всяких поэтому ну даже не знаю давайте оставим этот вопрос без внимания но справедливости ради а если выбирать того кого если вот всех сам ютуберов не будет а вот кого-то одного из двух выбирать андрюх и киевский ангел касада наверное ангел касада при условии того что он будет делать поясняю за если не будет то андрюх и киевский потому что без вот этих вот роликов роликов от ангела касада я помру а если их и так и так не будет то лучше уж андрюху киевского с его сексуальным голосом кого бы ты посоветовал смотреть на ютубе имеется ввиду на большом ютубе или на сам пуском ютубе если на сам пуском ютубе то у меня есть отдельный видеоролик в котором я советую не стыдных сам ютуберов называется что-то вроде топ умных сам ютуберов а так ну я не знаю луча какие княж если вы по фулл рпшной теме вот этой вот всей монтажной там так далее ангел касада андрюху киевский как бы подкастеры одни из лучших как бы слушать их голос слушать их монолог это круто безусловно когда умрет сам ютуб когда проекты перестанут платить бабки за видеоролики либо снизят количество балок до такой степени что уже будет просто бессмысленно этим заниматься так я вам по секрету скажу чисто между нами девочками сам не нравится снимать ровным счетом никому и без денег этот самый самп нахуй никому не нужен поэтому ну вот как то так самп будет жить вопрос это был нет со временем он умрет возможно через 10 лет возможно через 15 может быть через 100 но тем не менее умрет но не в ближайшее время точно десятый вопрос сукре ну не знаю про сукре отвечал ранее сказать более нечего смотрите самп обзоры и все прочее ой сейчас блять самое большое количество вопросов и наверное то ну и на них отвечать на самом деле очень быстро нужно чики байбони или чики бомбони чики бомбони любишь майнкрафт вопрос неплохая песочница как относишься к зеленскому никак я не живу в украине и никак относиться ни к нему ни к его политике не могу не смотрел ни одного фильма с ним если завтра на москву упадет бомба что ты будешь делать буду надеяться что владимир владимирович путина не за дело украина ц европа ну по документам насколько лично я знаю да на какую специальность учишься или хочешь учиться ранее отвечал отвечать не буду к сожалению после того как закончу обучение и буду знать что людям с которыми я учусь ничего не угрожает то без проблем как бы расскажу но не уверен что это будет иметь какой-то смысл уже тогда в каком городе хотел бы жить меня на самом деле устраивает казань но питер наверное питер во первых изначально нужно его посмотреть вообще что он из себя представляет а потом уже если все это понравится то можно будет и жить нравится алкоголь в обзоре на луняшу я зарекся что алкоголь это наркотик что это пойло кончено и с тех пор алкоголь не пробовал будем с вами честны ну я думаю квас или нечто покрепче не превышающего какой-то допустимый лимит да там сколько 0,5 или вроде того не считается да и вообще ну если ты не опьянел наверное это не считается а с кваса я не опьянел вот смотря что опять же ты подразумеваешь под алкоголем если там то что продают с 18 лет то нет не нравится конченное пойло для дебилов если там где присутствует алкоголь то в квасе он уместен абсолютно в кефире уместен ну не знаю любимый писатель блять ну это сложно пушкин это банально у есенина вот это вот знаете ли его графоманская дрочь вот это вот хотя наверное больше бродский графоман у есенина говнолирика я не знаю я ровным счетом не знаю ничего кроме школьной программы я не читал и то то что задавали иногда тоже не читал поэтому на вопрос ответить не могу возможно лет через пять кошка или собака у меня никогда не было собаки но вот была кошка а сейчас вот допустим у меня кот и что могу сказать коты милы когда спят или когда едят или когда спят на тебе или едят на тебе поэтому наверное кошка так модуль нуля да да я ебу что ли блять я гуманитарий снюс хуйня я сказал это как утверждение но это вопрос я почему-то путаюсь немного в интонациях наверное потому что уже час все это озвучиваю без практически перерыва да снюс хуйня безусловно хотя она помогает людям бросить курить насколько я знаю если использовать ее по прямому назначению а именно бросать курить то ну не знаю не знаю не знаю абсолютно когда спизженка ну Андрюх Киевский говорил что уже никогда какое философское течение тебе ближе рационализм или гигелизм мне гигель симпатизирует как философ все остальные какие-то конченные хуеплеты вот этот ницше кант не знаю да и гигель тоже не особо такой но мысли неплохие у него если быть точнее балтика или охота не пил ни то ни то но знаю что охота конченное пойло а балтика невкусное не знаю стакан наполовину полон или пуст мой стакан выпит до дна чтобы это не значило сколько букв L на 196 странице книги Карла Маркса капитал ну не читал к сожалению кстати надо будет прочесть твой IQ проверял где-то около года возможно больше назад 37 был не знаю в чем смысл жизни наверное получение удовольствия от этой самой жизни я не говорю про материальные ценности нет это более духовные когда вот у тебя есть семья которая тебя дополняет ради которой возможно ты живешь не обязательно должны быть дети нет просто допустим девушка да которая тебя дополняет вы оба занимаетесь каким-то своим делом общим и любите друг друга в общем-то это получение удовольствия наверное это смысл жизни не знаю не знаю человек спрашивает я лох в скобочках да ну ты самокритичен к себе это уже признак большого ума ну или хотя бы среднем какой съезд кпсс был последним блять ну это уже вообще издевательство ебаная сука какой съезд кпсс был последним сука блять икс икс галочка 3 съезд кпсс зал заседаний во дворце съезда в 1990 год икс галочка ну вернее в 3 съезд коммунистической партии советского союза проходила в москве 2-13 июля 1990 года а потом как вы понимаете в 91 советский союз распался ну вот теперь буду знать какой съезд был последний хотя если бы там не было вот этих ебаных римских или какие там блять арабские цифры было бы конечно поудобнее нахуй вот эти галочки палочки все нужны когда придумали нормальную систему исчисления это некрасиво и это выглядит уебищно объективно говоря чьи или не чьи владелец а также автор фразы конченый долбоёб хуесос и уебан любимая порода рыбы вобла пиздец блять поехал бы воевать на доебас и если да то за какую сторону серьезный вопрос в скобочках не знаю к чему вопрос в украинской политике разбираюсь так же хорошо как и в математике сколько раз один можно умножить на два блять бесконечно нахуй сколько раз один на два не умножай будет два но если ты про конкретное математическое действие то один раз ну если ты уже выполнил действие один а так без либо один раз либо бесконечность какой слой населения больше всего пострадал при белом терроре я не ебу что за белый террор мне задают вот эти вот ебаные вопросы так в общем то белый террор полная хуйня что могу сказать я даже не помню что это или не знаю это не имеет значения пострадали христиане они всегда страдали всю жизнь как бы неважно и следует помнить что кулаки зажиточные крестьяне если по-другому это тоже христиане любимая цифра да я не знаю я не приверженец каких-то определенных цифр но семь это банально шесть тоже девять еще более банальнее давай будет тройка почему нет я не знаю кто может на полном серьезе для себя выбирать какие-то любимые цифры или вот как допустим в следующем вопросе там любимое число ну это глупо любимое число 13 пятая буква мексиканского алфавита пропускаю дрочить нужно сверху вниз или снизу вверх без разницы абсолютно и когда вот эти действия делаешь ты же все равно снизу вверх это делаешь сверху вниз в зависимости от того как это у тебя происходит но как тебе нравится безусловно гамбит хуйня вопрос то если что у меня опять с интонациями хуёло такие длинные ролики никогда не озвучил гамбит хуйня человек спрашивает разумеется да для меня не знаю как для вас сколько ты зарабатываешь вообще если бы я зарабатывал достаточно чтобы мне не было стыдно этого сказать я бы сказал а так нет оставим это для какой-нибудь налоговой да вообще я ничего не зарабатываю как бы сижу тут просто так ролики делаю вот или сколько там знаете необлагаемый минимум вот это вот сколько можно или максимум сколько можно зарабатывать не отдавая налог по моему рублей 400 вот пусть будет рублей 400 за я правда не знаю за какой это расчетный период но неважно сколько лож ложек кубиков сахара кладешь в чай да всегда по-разному когда 4 когда 3 ложки сахара без понятия зависит наверное от кружки новый год это какой это тот который приходит 31 декабря а вообще 2020 если быть точным звучит как какое-то будущее но мне это будущее нахуй не нужно верните меня туда где был срок по 7 рублей 50 копеек любишь сливы от владислава павлова ну терпеть не могу вот это вот знаете ли обряд убийство какого-либо проекта аккаунта это ужасным ненавижу данного человека за этом кто по знаку зодиака рыба если это интересно чей крым крым государственный а уж какого ну не знаю решать каждому по отдельности а так крым государственный в бочке с дегтем есть а в бочке с дегтем есть ложка меда ну обязательно как иначе си джей или си доджи си джей тима белорусских лгбт активист вопрос да разумеется умом россию не понять сука чья цитата блять это тютчев это федор емельяненко тютчев дата написания 1866 год а дата первой публикации 68 если мало ли было интересно а так ну я такой если честно не запоминаю абсолютно пираты пиратят или пиратствуют пиратят амд или интел смотря для каких задач меня полностью устраивает амд сейчас они разрывают в плане процессоров в плане видеокарт я на нвидео хотя тут же было интел неважно йогурт чудо можно давать детям до года да похуй блять кому не похуй можно давать не можно блять одним огрызком меньше другим больше похуй винрар или 7zip 7zip в винраре вирус а также за него платить надо интерфакс читаешь нет гешка горин и вправду терминатор не исключаю имя без буквы а и буквы с серёжа серёжа блять лил пипа слушаешь нет это были все вопросы самой большой перечень вопросов который был в данном видеоролике идём дальше играешь в сам спрашивает канал фреша ну нет и перестал в него играть где-то в году 2017 возможно раньше ненамного какие ошибки совершают основатели серверов не мне решать я не основатель серверов если вы хотите дать мне деньги чтобы я обозрел какой-нибудь сервер проект и так далее давайте я не откажусь только если ваш проект не полная но об этом я также скажу и разумеется за ваши деньги ты интроверт ну как сказать допустим в больших компаниях я чувствую себя неуютно потому что чаще всего они разговаривают о какой-то хуйне да и вообще в принципе когда ты допустим ты и твой друг вы разговариваете о чем-либо у вас идеальный диалог ну абсолютно точно и в общем-то а когда уже приходит третий друг то тут начинается хуйня либо вы с третьим другом гнобите второго друга либо вы со вторым другом гнобите третьего друга либо второй и третий друг гнобят тебя нормальной дружбы втроем не бывает обязательно случается какая-то хуйня по инициативе кого-то из людей я таким не занимался вроде как а так ну я не знаю что можно подразумевать под интровертом если я вижу старого знакомого то я с ним возможно поговорю а так ну не знаю возможно отчасти возможно каждый из нас отчасти интроверт зависит наверное от воспитания возможно я путаю не знаю как ты видишь будущее своего канала тысячи видеороликов десять тысяч подписчиков один видеоролик с миллионом просмотров идеальное будущее а так тысячи видеороликов и где-то тысячи три наверное подписчиков вроде того это примерный исход который будет что не так с ангел касада если говорить объективно то вова ангел касада неплохой можно даже сказать идеальный в каких-то аспектах человек но вот у него излишняя серьезность и наверное невыкупаемость некоторых приколов и нынешних мемов и вот это наверное его единственный такой минусик то что иногда в моментах в которых нужно возможно посмеяться он ведет себя серьезно и не всегда это идет на руку ему а так в принципе хороший образованный нормальный человек не знаю мне приятно было с ним общаться даже в личной переписке а так один на один мы с ним общались и это тоже было неплохо ураган хакаги хочет хайпануть на снюсе а нет погоди ураган хакаги хайпует на снюсе вопрос я буду выделять потому что по моим интонациям никогда не поймешь ну пусть хайпует или даже если не хайпует то почему бы не хайпануть хайп прикольно молодежно модно почему некоторых поп самперов имеется ввиду популярных никто не знает каких например вполне возможно что они накручивают подписчиков нет просмотры ну не знаю я вот по крайней мере знаю большое количество самперов из них нету тех которые были бы популярны их никто не знал популярность и когда тебя никто не знает это взаимоисключающиеся вещи поэтому вопрос задан некорректно дапа по-прежнему лох вопрос человек задает да наверное нет дапа изменился перестал высказывать свое мнение по поводу каких-то сложных вещей в которых он не шарит и все как бы моя единственная претензия была к дапа это то что он подменял понятия вертел их так как ему было угодно мудацкий поступок безусловно но мне кажется сейчас дапа просто душка не знаю что будет дальше посмотрим будут ли летсплей по майнкрафту всему свое время но точно не на этом канале хотя ни в чем нельзя быть уверенным наверняка будут ли обучающие ролики для начинающих ютуберов ну как бы я сам по себе наверное начинающий а чему обучать у каждого свой путь и чему можно обучить человека монтаж вот это вот знаете ли скилл монтажа он приходит сам по себе когда ты монтируешь большое количество видеороликов и никто тебя не может этому научить никто не может тебя научить монтировать нормально это все приходит с опытом со временем Поэтому, ну, не вижу смысла кого-то чему-то учить, если только хорошим манером. Оказавшись перед Путиным, что ты ему скажешь? Спасибо, что живой. В общем-то, на этом закончились вопросы от канал Фрэша, так называется, YouTube-канал. Идем дальше. Кевин Довн Аллордо. Не знаю, как читается ник, извиняюсь. Как ты относишься к тому, что Путин вор? Пока не доказано, не ебёт, что сказано, так сказать. Как ты относишься к тому, что Навальный школьник? Ну, все когда-то были детьми. Чего там такого? Какой твой любимый боевик? Не знаю. Крепкий орешек, 48. Адреналин, 32. Не знаю, что-нибудь с Джейсоном Стэдхэмом на ваш вкус. Там всё охуительно будет, мне кажется. Есть ли у тебя женщина? Ну, если логически подумать, то можно прийти к выводу, что мне некогда в данный момент. Ну, когда? С утра я иду на учёбу. Возвращаюсь с неё, ну, в определённое время. Отдыхаю несколько минуток, возможно, час, когда-как. Когда-как себе могу позволить. Вот. И после этого, ну, начинаю озвучивать, а также делать ролики. Свободное время появляется где-то после 8. Когда с девушкой видится? Что с ней делать? Как мне кажется, девушку нужно заводить тогда, когда у тебя уже есть какие-то цели, какие-то приоритеты в жизни. И ты хочешь раскрыться. И девушка точно так же имеет какие-то цели, какие-то приоритеты в жизни. И также хочет двигаться в своём направлении. Просто вдвоём будет, как бы, поспокойнее, что ли, друг за друга. В общем-то, вроде того. Сейчас, ну, не знаю, есть ли смысл в ней. Если у меня её нет, значит, ну, смысла в данный момент нету. Не знаю. Стоит ли уходить после 11 класса? Нет. Нужно умирать. Ну, лично я считаю. Идём далее. Последний вопрос, который, знаете ли, фигурирует вот где-то тут, так сказать. Это, ну, под видеороликом с рефлексией. Это пользователь с канала Ignave. И вот у него следующие вопросы. За какими батл-площадками следишь? Не следил ни за одной никогда. Просто смотрел какие-то хайповые батлы и всё. В последнее время смотрел несколько батлов обалбиска на RBL. Там, где он был против Брола в платье и там, где он был против какого-то уебана, который, блядь, на серьёзных чах какую-то хуйню делал, там, когда обалбиск был на фристайле. Перечисли любимых батл-МТ. Ну, слава КПСС, Соня Мармеладова, обалбиск. Всё. Их только три. И то, по факту-то, два. Вот. Ну, как-то наподобие того. На какой музыке рос и что слушаешь сейчас? Моё детство было без музыки. Я не понимал то, зачем люди слушают музыку. Я предпочитал играть в игры. И где-то лет, наверное, в 13, возможно, в 14, начал слушать что-то вроде рэпа. Но не тот, который сейчас, а просто, ну, я не знаю, кто тогда был. Актуален КМХ, вот знаете ли, вот эти вот эпичные рэп-битвы в Майнкрафте. Да и только, наверное, его слушал. Не знаю, кого ещё можно слушать. Вот. И, в общем-то, так. Ну, слушаю. Ну, как слушаю. Бывает, ознакомлюсь с творчеством Майкла Джексон, там, какого-нибудь, я не знаю, Квинн, вот эти вот Битлз, которые что-то там делали. И они вроде как были легендами, их все знают. А я, ну, невежда абсолютно точно. Поэтому, ну, ознакомлюсь со всем этим. Нужно подтянуть немного знания в музыке, знания в кинематографе. Потому что я, знаете ли, не смотрел даже «Один дома». Я смотрел такое, знаете ли, что-то из разряда «Волка с Уолл-стрит» или там «Джокера нового», «Тёмный рыцарь», допустим. Вот тот, который с хитом «Леджером», который, я забыл, как зовут, режиссёра. Или это не режиссёр был, неважно. А, в общем-то, да, что-то наподобие того. В общем, какие-то такие, знаете ли, самые популярные фильмы, самые такие тренды. Вот, допустим, «Брат 2» нравится и «Брат 1». Но больше, наверное, «Брат 1» всё-таки мне нравится. Не знаю, почему. Как это вообще фильмы «Балабанова» неплохие. Мне вот Адрюха Киевски советовал посмотреть и посмотрел. «Бумер» там смотрел. А какие-то такие, знаете ли, вот прям классика-классика, новогодняя-новогодняя. Ну, такого не смотрел. Не знаю. В общем-то, на этом на все вопросы с Ютуба ответил. Но есть ещё парочка вопросов в Твиттере. Ссылочка в описании. Можете туда как-нибудь заходить, что-нибудь там делать. Но вот вопросик из ВКонтакте. Задает Антон Анипир. «Почему ты такой конфликтный? Почему не можешь снимать просто развлекательные ролики?» Ну, знаешь ли, Антон, я не привык быть шутом на детском утреннике. Удовлетворять уебанов за какие-то гроши. То есть для меня деньги не имеют смысла, если они заработаны вот таким вот подобным путём. Какой в них смысл-то? Ну вот какой, объективно? Если ты их заработал тем, что был уебаном конченным сам для себя. Возможно, многие так не считают, но вот я считаю именно так. Деньги должны зарабатываться тогда, когда тебе самому это интересно или нужно. Или капиталисту это интересно или нужно. Ну, не знаю. Быть шутом я не хочу. Чисто так, знаете, по рофлу можно, чтобы это сделать основным. Ну, разве что в Майнкрафте через какое-нибудь количество годов. А возможно и лет. Не знаю. В общем-то, а так... Блядь, я ударил стойку случайно. Почему ты такой конфликтный? Вы знаете, я никогда не думал, что выражение собственного мнения, выражение своей собственной гражданской позиции через ролики на своём канале это конфликтность. Вы серьёзно, люди? У вас просто, наверное, язык атрофировался. Вам, ну, не свойственно видеть то, как человек выражает своё собственное мнение. А мне свойственно. Я вырос на немагии, на боткомедияне. Я постоянно смотрел всяких разных критиков на ютубе. Даже когда был маленьким, смотрел, разумеется, детский контент и смотрел критиков. Всегда нравилось. Я считаю, что люди должны не бояться выражать своё мнение. И я никогда не хочу, не хотел и не хочу быть шутом. Тем более в GTA-самп-сегменте. Думаю, что ответил исчерпывающе. Но так я не конфликтный. Просто ебаным вот этим вот обезьянам с самп-ютуба нужно научиться реагировать на ролики про себя. И не обижаться, блядь, на них. Я конфликты никогда не затеваю. Затевают их ебаные самп-ютуберы своими выходками. Своими вот этими вот словечками, блядь, проще, ответками своими какими-то вот этими вот, блядь, бездарными. Вот этим вот они, блядь, хуйню делают. Вот этим вот они начинают конфликтовать. А если меня оскорбили, если посигнули на мою честь, достоинство, я, разумеется, отвечу. Как бы, ну, разумеется. Если ещё и взяты мои какие-то материалы, да, там, которые оспариваются, я тем более отвечу. Я даже человека на стрим позову, если так надо будет. Ну, разумеется. Если по времени договоримся. Думаю, ответил исчерпывающе. Ещё бы мог много чего добавить, но не вижу смысла. Если вообще, я не знаю, кто досмотрел до этого момента. Идём дальше. Вопрос от всеми известного Нила. Вопрос для видео. Любимая порно-актриса. Пэта Дженсен. Много раз говорил, говорю ещё раз. Пэта Дженсен лучше. Жалко, что ушла из порно, но надеюсь, что одумается. У всех бывают ошибки, у всех бывают плохие дни. Просто надеюсь, что она одумается и вернётся в порно. Любимая актриса. Видимо, просто актриса. Ну, не знаю. Мне не нравятся актрисы. Абсолютно все, знаете ли, американские актрисы играют плюс-минус одинаково, как лично мне кажется. Возможно, из-за дубляжа я не могу прочувствовать всю актёрскую игру. Но, по мне, они играют все одинаково и все достойно своих гонораров. Поэтому, не знаю. Давайте, скажем, наобум Марго Робби. Просто потому, что дальше идёт любимый актёр, а это, наверное, Леонардо Ди Каприо. Ну, не знаю. Возможно, он любимый у девушек, но у меня тоже он вызывает уважение. Он хороший актёр. Ну, лично я так думаю. Любимая песня. Такого нет. Ну, как может быть, любимая песня? Песен много. Я один. Как она может быть любимая? Ну, непонятно. Любимый музыкант, видимо, или группа? Не знаю. Не знаю, если честно. Слушаю всё и любимых нет. Я меломан, наверное, по природе. Любимый жанр порно. Я не знаю, на какие жанры это всё распределяется. СБДСМ, там, гей, порно. Если верить порнохабу, не знаю. Мне нравится обычная, там, Милф, возможно, да, это неплохо. Женщины в возрасте, вот эти вот все, они показывают жару, прям вот, дают прям реально вот нормальный уровень порно, того, как это всё должно выглядеть. Молодые, ну, они такие себе, если честно. Вот. Абсолютно ненавижу домашнее порно, это ужасно хуёво, хуёво снято. Но Бразерс при этом это какая-то жвачка, просто всё дико идеально снято. Вот я какой-то такой привередливый, вот. Но Бразерс мне нравится, я бы купил подписку, а так, просто, как бы, я не подписан на какие-то пиратские группы ВКонтакте, которые распространяют порно. Вот это Бразерс, нет, ни в коем случае. Я просто вот слышал от друга, у которого есть подписка, там, как всё это происходит. Вообще, я порно не смотрю, как бы, вы должны это понимать, я православный человек. Так, ещё вопрос тут Нил задаёт. Будут ли видео с вебкой? Видео с вебкой есть на канале Семён, там есть рубрика ДК. Если интересно, можете посмотреть. Кого из самп-Ютуба уважаешь? Уже, вроде как, отвечал на этот вопрос, больше не вижу смысла на всё это отвечать. Есть ролики на моём канале, там, все люди, которые присутствуют в роликах, там, топ умных самп-Ютуберов, топ недооценённых самп-Ютуберов, как бы, это всё люди, которых я, безусловно, уважаю. Ну, на самом деле, их намного больше, конечно же, но там вот прям такие яркие представители. Не заебался позориться? Ну, нет, нет. Тебе делать нехуй следующий вопрос? Разумеется. Вроде как, это все вопросы, вроде как, я ничего не забыл, насколько я понимаю. Но, есть ещё вопрос в Твиттере, который задал мой дружочек, можно сказать, под закреплённым постом. Он написал 20 декабря, не заебался курить, а я не курю и никому не советую. Курение убивает. Но, если уже курите, то останавливать вас нет смысла. Зачем? Если хотите бросить курить, бросайте. Не хотите, ну и не надо вам это. Ой, в общем-то, вроде как, ответил на все вопросы, если вы смотрите этот ролик в 20.00 или немного попозже, то с наступающим, или уже с наступившим вас 2020 годом. С Новым годом. Чтобы всё у вас в ваших будущих начинаниях было удачным. Чтобы тёлки перед вами, дыры раскрывали шиворот на выворот. И всё у вас было, в принципе, круто и классно. Началось новое десятилетие. А это означает только одно, что вы выжили. Вы живёте и вы влияете на всё, что происходит в мире. Вполне возможно, если вы будете заниматься чем-то полезным, чем-то, что вам нравится, то вы раскроетесь в той или иной сфере и сможете что-то доказать этому миру. Ну или, по крайней мере, самому себе. Или никому ничего не доказывать и просто заниматься своим любимым делом. Ещё раз вас всех с Новым годом. IP Arizona Roleplay Phoenix в описании. Всем спасибо за просмотр. Всем спасибо, кто дослушал до конца. Всем пока. А, ну да, да, да. В таких роликах, в таких больших роликах, нужно, чтобы я узнал, сколько человек досмотрело до конца. Ну или просто, знаете ли, перемотало на какой-то вот плюс-минус вот этот вот момент. Поэтому, что могу сказать? Если вы досмотрели до этого момента, то напишите в комментарии слово. 2020 год. Вы знаете, цифрами, буквами, так, как вам только захочется на украинском алфавите, на древнегреческом алфавите, на арабских цифрах, как вам только захочется 2020 год. Вы можете использовать это, я не знаю, это слово, всё такое, я не знаю, в каком-то предложении, выделив её при этом, или даже не выделяя, я пойму, что вы плюс-минус досмотрели до конца. Вы будете красавчиком и выполните ачивку. Я посмотрю, сколько людей всё это досмотрело, но я уже предвкушаю, что плюс-минус ноль. Всем спасибо за просмотр данного видеоролика. Ещё раз с наступившим или наступающим вас 2020 годом. Дальше будет больше. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok